Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlog TV в Кремниевую долину. Меня зовут Вика, рядом со мной Алекс Хатилов. И сегодня мы продолжаем интервью. У Алекса почти 30 лет опыта работы в компьютерной индустрии. В прошлом видео он рассказал о том, как начиналось policy assurance в Кремниевой долине. И сегодня мы продолжим эту тему, а также поговорим о собеседованиях, о том, как подготовить свое резюме и обо всем интересном, что касается компьютерной индустрии и quality assurance. Алекс, предлагаю как раз-таки начать тему прохождения собеседований. Многие люди считают, что самое главное – это уметь проходить интервью. Индустрию, на самом деле, это вторичное. Первичное – это резюме. То есть я когда начинал, в 90-е годы, в принципе, на любую позицию компьютерную, по почте или по факсу присылались 5-6 резюме. Как правило, они не читались, людей сразу вызывали на интервью и с ними работали. Сегодня со всего мира приходят тысячи резюме. Причем многие люди из разных стран, что они делают, они на одного человека делают 20-30 разных резюме с разными именами, с разными фамилиями. Менеджеру очень тяжело читать каждое резюме. Он, в принципе, что он делает, он берет большую пачку, становится перед мусорником и просто выкидывает на его взгляд несимпатичное резюме, которое не зацепляет его взгляд. Поэтому, значит, первое – ваше резюме должно быть красавицей. То есть очень симпатично, именно эстетично с точки зрения дизайна. Люди думают тоже ошибочно, что резюме – это то, что я в своей жизни делал. Это что-то похоже на трудовую книжку в России. Второе – многие люди считают, что в резюме должно быть то, что я могу делать. На самом деле, первое, второе – это большое заблуждение. Например, если я менеджером, в работе у меня открывается какая-то вакансия, и я, например, понимаю, какие знания, какие умения должны быть в этой позиции. То есть я пишу так, как у меня получается, описание работы, job description и требования, job requirements. И когда я беру в руки резюме, то я в резюме ищу именно то, что я писал в этом job description. То есть мне абсолютно неинтересно все остальное. Поэтому сегодня профессиональное резюме должно выглядеть так. То есть в резюме должно быть именно то, что требуется на эту позицию. И самое главное – убрать все остальное. Потому что тоже ваш обычное мнение. Люди многие в свое резюме пихают все, что только существует на сегодня. И потом удивляются, почему им годами никто не звонит. Значит, как это работает? Это работает на самом деле очень просто. У каждого человека должно быть два типа резюме. Первое резюме такое называется generic, такое простенькое, без пафоса, без перебора разных технологий. Такое скромненькое, которое вы будете посылать на те позиции, на которые вы не очень сильно стремились поработать. Вторая группа резюме – это вы должны заряжать свое резюме на каждую позицию хорошую. То есть, предположим, какая-то хорошая компания ищет сотрудника, например, Apple или Google. То есть, что вы делаете? Вы берете свое резюме матрицу и начинаете заряжать ее теми описаниями, которые вы прочитали в описании этой работы. Что касается первого резюме, то вы посылаете вот эту легенькую версию своего. Если с этой компании, с этого агентства кто-то обратил на это внимание, вам позвонил, вы первым делом говорите, ребята, пришлите мне более подробную job description, описание, и я вам пришлю обновленную версию своего резюме. И делайте то же самое. Какие советы по прохождению интервью вы можете дать? Перед интервью приходит представитель отдела кадров Human Resource и общается с менеджером. И менеджер ему объясняет, что это за позиция, какие требования к этому человеку. После этого они должны вдвоем выбрать людей, которые будут помимо менеджера его интервьюировать. Обычно в компаниях принято интервью проводить пятью человеком. То есть, должно быть нечетное количество, потому что, забегая вперед, они потом должны голосовать за и против. Должно быть 3-2 и так далее. Менеджер предлагает каких-то людей, одного программиста, одного DBA, одного девапа, проект менеджера и так далее. Он должен обосновать, почему именно мнение этих людей ему важно. В принципе, все это интервью делают для одной цели, чтобы развенчать сомнения о том, что вы компетентен на эту позицию. Вы во время интервью не должны отвечать на вопросы, вы должны развенчивать сомнения. Поэтому, как это работает? Работает очень просто. То есть, вы должны цепляться за каждый вопрос, чтобы как можно больше информации, большее количество знаний в виде примеров, в виде какого-то легкого отступления в сторону рассказать на интервью. Очень часто у людей, обычно, у них есть, допустим, 5, 6, 7, 10 каких-то очень хорошо подготовленных 7 ответов на какие-то вопросы. И очень часто бывает такое, что эти как раз вот эти вот хорошие вопросы у них не спрашивают. Я обычно своим студентам говорю, ребята, не дожидайтесь, пока вас спросят, выводите сами на эти вопросы, то есть, приводите этот вопрос в виде примера на тот вопрос, который вас задавали. Кстати, я это учу своих студентов, там, 22 года, и постоянно меня ловит на том же самом. Я прихожу на интервью, что-то спрашиваю одно, и человек очень мягко, профессионально уводит меня от моего вопроса туда, где он чувствует себя более комфортно. Я уже потом забываю, что я спрашивал, я только помню, что ответ произошел очень глубокий, очень профессиональный. Вернемся к вашей школе. Вы сказали, что очень много здесь существует русскоязычных школ, ну, основателей русскоязычных. Чем отличается ваша от тех, что есть там, от школы Михаила Портнова и от тех других, потому что здесь, я бы сказала, что даже их не 3, не 4, а больше. В чем разница? Ну, разницы, наверное, много, но первая разница, что моя школа, 22 года, это мое хобби было изначально. Я не ставил цель на школе зарабатывать, да, хотя, в принципе, не скрою, что в конце 90-х годов, когда, в принципе, все школы синхронно делали цену за курс квалтер-шоуин, который длился 4 месяца, стоил там 5-5 тысяч долларов, да, и у меня вот в конце 90-х было 4-4 локейшена школы. К сожалению, именно то, что я вижу, да, то есть ты или зарабатываешь деньги, да, или ты преподаешь это дело как хобби, да, вот у меня как хобби. То есть я никогда не делал для того, чтобы, как бы, привлечь людей, да, как бы их там заманить, там, какими-то обещаниями. Это первое, да. Значит, второе, в принципе, я считаю, что в такой специальной сервере, как Quality Assurance, да, как вот Test Automation Engineer, да, неправильно давать что-то вот, что-то одно, да, надо давать полностью во всем пакете, да. И я, в принципе, сделал такие пакетные свои курсы, например, Quality Assurance, у меня начинается Quality Assurance, параллельно мы изучаем, это называется, Computer Literature, то есть грамотность. Сама профессия Quality Assurance, именно вот меню, она, в принципе, практически тяжело найти работу, туда обязательно должно входить понятие SQL, то есть работа с базами данных, и сегодня практически ни одной работы нету, где не нужно знать Linux, да, то есть у меня вот курс Quality Assurance, в который уходит очень-очень глубокий SQL и очень глубокий Linux. Значит, второй пакет классов, значит, туда входит, я в свое время там начинал с разных языков программирования, там, Python, Ruby. В принципе, в принципе, с 2012 года я практически весь с automation перевел только на язык Java, вот, и он самый-самый популярный сегодня, и он довольно простой, да, вот. И, в принципе, идея такая, что если человек знает Java, то, в принципе, человек попадает в компанию, где по какой-то причине решают автоматизировать, например, на Python, на Ruby. Ну, достаточно, там, недели, максимум две, чтобы научиться писать то же самое на Python, да, или на Ruby, вот, наоборот, это не работает. Еще одна вещь очень важная, я считаю, что мне все время хотелось как-то измерить продуктивность, там, моего подхода, моих курсов, вот. Oracle, кому Java принадлежит, значит, делает очень хорошие вещи, да, то есть она делает программы, которые измеряют качество знаний ораковских продуктов, да, значит, по Java, значит, есть понятие OCA, это Oracle Certified Associate, да, это такой, первый шаг такой, да, и второй OCP, это Oracle Certified Professional, да, по Java, вот. И, значит, мне взяло 4 месяца, да, я в апреле 12-го только сдал вот на OCP, вот, и моя была задача, в принципе, чтобы мои студенты после моих курсов показали уровень, именно сдав хотя бы на OCA, да, и, в принципе, вот. У меня на сегодняшний день 17 человек, которые вот получили это OCA, да, вот, я считаю, что это, мне кажется, самое главное, да. А сколько стоит обучение в вашей школе? Я знаю, что вот это тоже, кстати, принципиальная разница между другими школами. Значит, как я сказал, значит, где-то 2002 года, в принципе, было там 5-6 русскоязычных школ, да, они практически все как-то одновременно поднимали, опускали цену на курсы, практически все делали примерно то же самое, да. Значит, и где-то после, значит, этого рецессии, значит, как я сказал, полтора года примерно вообще работы никакой не было, потому что у меня было оплачено помещение, вот, и чтобы оно не проставило, то есть я вот бесплатно преподавал, вот. А потом я сделал очень такую хорошую вещь, то есть я стал не брать за весь курс какую-то сумму, да, я стал брать сумму за пребывание студента в классе, причем по часам, да. На сегодняшний день, значит, у меня так происходит, значит, 15 долларов в час стоит именно вот этот вот курс Quality Assurance SQL Linux, и 20 долларов в час стоит вот этот Java, Test Automation, Web Services, CI, CI, CD, CD. У вас огромный опыт, вот, в тестировании, программировании, вы поработали в огромном количестве крупных компаний, у вас своя школа тестировщиков, как вообще меняется тестирование вот с тех времен, сейчас? Вот самое, самое главное, чего все боятся, это то, что тестирование автоматизируется и для мануальных тестировщиков не останется работы, как вы считаете? Ну, начнем с того, что, значит, многие ошибочно считают, что Quality Assurance имеет какое-то отношение к софтуру тестирования, да, это абсолютно разные вещи. У Quality Assurance как бы две миссии основные, да, вот, первая миссия это, значит, по-английски зазвучит так, to be of end-user and advocate, да, то есть адвокат это, адвокат это представитель, да, то есть первая миссия в Quality Assurance это быть представителем пользователя софтера внутри компании, да, то есть как бы, да, вот, вторая миссия, значит, по-английски звучит это так, что to help developers meet quality on time, да, помочь программисту выполнить как можно более качественную продукцию в срок, да, такие две вещи, вот, и, в принципе, в принципе, значит, до сих пор понятие Quality Assurance, да, вот это вот, или сейчас еще говорят вручную Quality Assurance, именно вот в двух этих ипостасиях существует. Ну, почему сейчас происходит тенденция именно на автоматизацию, по одной банальной причине, да, многие ошибочно считают, что это как бы дешевле, это быстрее, на самом деле, а сегодня весь, практически все компании используют очень дешевую работу в офшоре, да, это стоит очень дешево, да, вот, понятно. И обычно там их большое количество людей, да, то есть, например, у нас в ebay, вот на моем, в моем department, это ebay advertising, у нас работало почти 600 человек в Индии, 600, да, то есть, очень много, да, поэтому практически с таким большим количеством людей можно было сделать все, что нужно вам за часы, да, поэтому, в принципе, автоматизация сейчас повсеместно, значит, идет по силиконовой долине, не потому, что это, значит, быстрее, там, более эффективно, а по, ну, просто банальной причине, что когда берут на работу Quality Assurance, первые два-три месяца, то есть, он действительно что-то делает, что-то работает, потом просто тупо перестает работать, да, вот, вот, перестает работать, и чем дольше он работает, тем меньше он вообще работает, да. Проблема заключается в том, что, я уже до этого говорил, что, если работу программиста можно измерить, да, очень просто, да, сколько кода он пушнул, допустим, в тот же, там, гитхаб, приположим, да, то работу Quality Assurance измерить можно, но сложно. Это большой риск для компании, потому что, как бы, вот, выходит какой-то продукт очередной, да, и основные функциональности предоставят работать, да, то есть, например, работал в Колсе, когда три дня никто не знал, что, там, логин через айфоновские приложения не работает, да, там, два дня не знали, что Shopping Cart не работает на андроиде, приположим, такие элементарно базовые вещи, когда у нас, там, 500 человек работал только в Индии в Колсе, да, то есть, перестает работать, вот, и поэтому компании вынуждены переходить на автоматизацию только по одной причине, да, что, если мы напишем скрипт, а если мы его запускаем, то он никогда не будет лениться, он всегда будет тестирован, вот, поэтому, в принципе, скорее всего, скорее всего, в ближайший год-два, я думаю, что quality assurance, именно, как вот, ручный, ручный, полностью уйдет целиком, да, то есть, оно прийдет полностью в офшор, да, и потом оттуда уйдет. Будут, значит, я думаю, две вещи, да, первая вещь, это будет, одна специальность будет называться SME, SME, это Subject Matter Expert, да, то есть, это человек, который в чем-то разбирается, да, это, в принципе, то, что сейчас делают в quality assurance, да, поначалу, когда они делают, изучают продукт, да, то есть, они ходят по разным митингам, разговаривают с разными людьми, читают разную документацию, они в чем-то разбираются, да, и потом они тестируют, да, то есть, в будущем, скорее всего, они будут делать то же самое, но они тестировать не будут, да, то есть, они будут изучать весь продукт, потому что программист обычно знает свой участок, да, то есть, project manager знает очень поверхность, да, а вот именно нужен еще один человек, который просто соберет всю информацию существующую и будет в чем-то разбираться, да, вот, значит, и будут люди, сейчас они, в принципе, уже половина, значит, профессии quality assurance, сейчас называется SDET, это Software или System Developer или Design Engineering Test, вот, и, в принципе, имеется в виду автоматизация, да, значит, еще, еще называются автоматизаторов, называется Quality Engineering, да. Есть такое мнение, что программисты возвращаются к тому, что они снова должны тестировать самостоятельно свой код, это лучше для производительности, как вы к этому относитесь и так ли это, есть ли такая тенденция? Да, ну, я этот вопрос слышу все, там, 29 лет, которые я работаю в этой индустрии, да, то есть, всегда говорят о том, что, кто должен тестировать код, да, и так далее, да, то есть, изначально, когда все начиналось, начиналось с того, что, как бы, сам программист ответственный за качество своего кода, да, в общем, для примера, возьмем Java и, допустим, там, и Build Tool под названием Mavim, да, то есть, значит, когда вы начинаете упаковывать ваш проект, да, то есть, там, первая фаза называется, там, валидация, валидейшн, вторая компиляция и третий вот этот тест, да, то есть, вот, когда запускается юнит, юнит тест, да, значит, давайте, вот, значит, и второе вид тестирования, это вот снаружи, да, когда полностью упаковывается этот продукт, да, потом он куда-то устанавливается, да, делается дипломат на какой-то из-энварьмент, и уже потом люди снаружи начинают тестировать именно функциональности этой программы, да, вот, значит, давайте начнем с того, что такое юнит тест, да, значит, юнит тест, это, это тестирование каждого метода, причем не любого метода, а метода, который что-то возвращает, да, вот, и, в принципе, значит, во всех компаниях отношение к этому юнит тесту, измерение происходит этого юнит теста, тремя способами, да, самый мистичковый способ это количество, да, то есть, в компаниях смотришь, что у одного программиста, да, у него написано, в общем, там, тысячи юнит тестов, да, а у другого три тысячи юнит тестов, да, он говорит, почему у тебя так мало, и, пожалуйста, сделай, чтобы было три тысячи, да, то есть, абсолютно никого не интересует именно качество этих тестов. Второй вид измерения, это называется code coverage, да, когда, неважно, сколько у вас юнит тестов сделано, они запускаются, да, и механизм, например, в Java называется G-Coco, да, то есть, который измеряет и показывает, какое количество кода ваши юнит тесты покрыли, да, то есть, во всех компаниях обычно считается, что если вы не покрываете хотя бы 60% вашего кода, то, как бы, у вас юнит теста еще нету, да, вот. Он тоже самое, он очень, не очень хороший подход, потому что, в принципе, вот этот code coverage именно обозначает, что какая-то линия кода была, была хитнута, была экзекютна, то есть, как бы, да, но никто не говорит о качестве этого, этого, этого хита, да, вот. И третье, самое-самое лучшее, самое сложное, это когда, значит, в третье входит понятие второе, то есть, перед тем, как вы будете проверять качество каждого юнит теста, да, вы должны все-таки начать с coverage, да, после этого, значит, берутся эти юнит тесты и начинаются смотреть, да, что эти юниты, как они делают, то есть, как бы, да, именно, это долгий, сложный процесс, но, как бы, но это единственный способ, чтобы убедиться, что этот юнит тест действительно что-то делает полезное, да. Все программисты очень сильно не любят заниматься юнитами, ну, есть люди, которые, как бы, это дело любят, но, как правило, никто не любит, да, то есть, аналогия очень простая, да. Вы, как бы, когда вас берут на работу программистом, да, то есть, вы, как бы, обещаете, что вы будете писать код, да, а тут вы начинаете писать код, и вам кто-то проще, чтобы еще, вы написали другой код, да, который будет тестировать ваш код, да, то есть, как бы, это, грубо говоря, как бы, вы должны делать, ну, я, утрированно говоря, в свободное время, да, то есть, никто не хочет много времени на это дело тратить, да, и самое плохое в этом заключается в том, что даже если у вас, вы написали хорошие юнитесты, если они все проходят благополучно, да, то, как бы, это никто не замечает, да, но как только у вас какие-то происходят какие-то проблемы, то об этом сразу все узнают. Поэтому я пошел очень давно к выводу, потому что программисты не должны даже писать юнит-тесты на свой собственный код, потому что им не выгодно, чтобы они были хорошие. И они даже если начнут делать правильное направление, они постепенно потом будут заменять на что-то, на какой-то bullshit, что называется. Я этим занимался, например, в eBay. У меня был департмент, который занимался тест-автоматичным, плюс мне дали задание проверять именно статичный анализ проектов и юнит-тесты. У меня ребята, которые плохо знали джаву, знали его на примитивном уровне, буквально за две-три недели делали прекрасные юнит-тесты. Если у них были вопросы, мы собирали митинг, мы обсуждали. Идея такая, что не нужно быть автором кода, чтобы делать юнит-тест. Потому что, еще раз, юнит-тест это не тестирование всей программы, это тестирование одного взятого метода. Помимо вашей школы и работы на полную ставку, есть, насколько я знаю, у вас еще два стартапа. Расскажите, чем занимаются эти стартапы? Ну, как бы, первый стартап я решил, то есть, я долго думал, чем бы заняться в этом направлении. У меня много разных проектах, как я сказал, работают ребята там на Украине, Белоруссии. И, в принципе, первый стартап, я сейчас этим делом занимаюсь уже, как я сказал, почти два года. Это значит, берется любое видео, например, какой-то футбольный матч или какое-то событие. И любой человек, значит, у себя дома может откомментировать это дело на любом языке. И после этого, значит, он может, значит, давать какие-то куски именно своих комментаторских умений. А потом постепенно, постепенно, значит, если он дает это бесплатно, значит, это не стоит ни копейки. Если он будет свой канал продавать, то есть, как мы комментарии, да, это как везде, 70 на 30. Вот. И уже практически заканчивается. Я думаю, что, может быть, осенью это дело выйдет. Второй стартап я начал буквально недавно. Я очень много времени проводил на всяких видео, туториал. Поймал себя на мысли, что иногда, когда я смотрю какое-то видео, именно профессиональное, техническое, я часто перематываю назад. Если что-то не понял, мне нужно еще раз повторить. Иногда, когда очень скучно, я начинаю перематывать вперед. И у меня количество отматываний назад и отматываний вперед, да. Причем не просто количество, а еще сделать репорт, который указывает, на каких темах, на каких предложениях, на каких словах люди или уходили назад, или уходили вперед, и сколько раз. Я работаю вместе с одной индийской компанией, вот они вроде бы начинают скоро разговаривать как раз с Линдой, да. То есть, LinkedIn или Microsoft. То есть, как бы, да, вот, если если им это будет интересно, то, в принципе, что-то из этого выйдет. Если нет, значит, согреемся просто. За 22 года существования вашей школы через вас прошло очень много людей, которые только приехали, иммигранты. И вы знаете их истории, ну, и, соответственно, наблюдали какие-то ошибки, которые они совершали. Естественно, помимо этого у вас есть множество друзей. В общем, хотелось бы услышать какие-то советы от вас, для тех людей, которые хотят переехать в Америку и хотят здесь найти работу в IT. Ну, значит, за 20-го года мою школу посетило около 4,5 тысяч человек, и 2719 закончили как какой-то из курсов, да. То есть, получили сертификатов achievement. Вот. Значит, что могу посоветовать людям, которые находятся вне Silicon Valley, не в Америке? Значит, могу посоветовать только две вещи, да. Первое. То, что я вижу, какие проблемы у людей, которые приезжают, да. Первая проблема – люди не знают, для чего они сюда приехали, да. Поэтому я считаю, что перед тем, как люди соберутся с мыслями, чтобы куда-то переехать, да, они должны для себя ответить на вопрос, для чего он делает этот переезд, да. В зависимости от этой причины, да, то надо как-то вот этот переезд планировать как-то иначе, да. Ну, пример того, что первый, да, то есть, если вам плохо живется в стране, да, по политическим каким-то идеологическим причинам, то это не обсуждается, надо уезжать, то есть, как бы, да. Если, что касается денег, да, и интересной работы, то первое, да, сегодня, в принципе, компьютерная индустрия, причем не сегодня, а вот буквально пару-турых лет назад, да, я уже показал, что практически все компании, и большие, и маленькие, они именно делают акцент на создание и тестирование софтера вне, вне шора, вне силиконовой долины, грубо говоря, да. И изначально это происходило с использованием маленьких компаний, да, когда шустрый человек, да, находил работу здесь, потом он убирал там каких-то работников, там, у себя на родине, не обязательно, и был таким связующим звеном, да. Опыт показывает, что это очень непродуктивно, почему? Потому что этот человек, как правило, забирал от 50% до 90% всей выручки, да, вот. Причем ничего для этого не делая, грубо говоря, да, и компания, как бы, получала плохую работу, программисты или, там, тестировщики получали очень маленькие деньги, и потом постепенно-постепенно я стал замечать, что люди стали напрямую выходить в компании, да, и если поначалу еще большие компании обычно не разговаривали, каким-то одним человеком, да, то в последнее время, я вижу, очень часто люди начинают работать именно, там, на Apple, на Google, на большие компании, на eBay, на Amazon, да, именно напрямую. Многие компании, большие компании выходят напрямую, потому что они понимают, что это, а, продуктивно, б, дешево, да, потому что люди не должны никому платить еще за непонятно за какой труд, да, вот. Вот, и я думаю, что постепенно-постепенно, не знаю, 8-90% программирования уйдет именно вот по всему миру, да, допустим, один будет программист сеть в Буэнос-Айресе, другой, там, в Минске третий, там, не знаю, в Тель-Авиве, то есть, как бы, и, в принципе, если хорошо это организовать, то, в принципе, это самый лучший способ создавать софтер, вот. Поэтому, почему я говорю, потому что, если вас интересует заработок денег и интерес работы, то, может быть, не обязательно нужно уезжать, в принципе, можно, или, вернее, можно уехать, но не обязательно сюда, да, то есть, я знаю, у меня много студентов, которые, вот, мой друг и мой студент одновременно, значит, Рома Савенков, который, в принципе, автор такой самой, самой популярной книжки по quality assurance, которая называется testing.com, вот, много лет продается на Амазоне, и у меня многие студенты, которые приезжают с разных городов, да, и говорят, ой, мы эту книжку изучали, по этой книжке изучали quality assurance в нашем университете. А, так он был вашим студентом? Мой студент был, да, и мы с этим дружим, он сейчас живет в Коста-Рике, мы с ним там через день общаемся, вот, поэтому. В этой книжке написано, я, что, как бы, он благодарен мне за, 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 за все. Он работает в одной компании, кстати, у него очень неплохой, не то, что он не очень плохой, по-моему, самый лучший онлайн-курс quality assurance, который стоит всего лишь 100 долларов, да, вот, и, в принципе, он очень объективный, да, то есть, люди, действительно, после этого курса получали работы, да, по всему миру, причем он дает еще консультации, да, через скайп, то есть, как бы, в принципе, я считаю, что это достаточно, чтобы найти работу quality assurance, за 100 долларов можно это сделать абсолютно профессионально, то есть, как бы, вот, значит, у меня много студентов, которые работают, живут, там, на Гавайях, и в других штатах, то есть, да, то есть, они работают удаленно, удаленно, то есть, как бы, да, и, в принципе, как правило, когда человек работает удаленно, он действительно работает, да, то есть, как бы, да, как правило, человек приходит в компанию, когда он увидел, что все его увидели, он отсиживается, как правило, на этом вся работа заканчивает. Поэтому компания видит, что, в принципе, более перспективно работать с кем-то, кто не маячит, кто должен какую-то работу показывать свою работу. Поэтому, забегая вперед, скорее всего, что весь мир будет уходить туда. И даже если вы хотите уехать из этой страны, то не обязательно приезжать сюда в Сириконную долину, а можно в любую другую страну приехать, получив работу. Я советую всем никогда не останавливаться на одном проекте, вы должны всегда иметь 2-3-4 проекта одновременно, потому что если один заканчивается, чтобы вам это было не больно. Если вы не будете успевать, есть всегда куча людей, которые вам помогут тоже удаленно. У меня, например, сейчас на сегодняшний день около 40 маленьких таких миниатюрных проектов. Изначально я искал такие большие проекты, и потом стал часто замечать, что как только я с какой-то компанией договариваюсь на создание какого-то софтура, я организовываю работу, то есть, да, потом мне звонят с компанией и начинают мямлить на тему, что вот мы не могли бы пересмотреть денежные договоренности. Потом выясняется то, что приходят ребята, как правило, из Индии, и начинают демпинговать, перебивать эти маленькие проекты. Предлагают то же самое, за 2 раза дешевле, 5 раз быстрее. Вот, и я понял, что как бы вот приходится идти на компромисс постоянно. Потом один раз попробовал маленький проект, где работают 1, 2, ну максимум 3 программиста, и которые там в течение 2-3 недель должны закончиться. И когда их много, то как бы деньги получают те же самые. А самое главное, никто на них не претендует. Никто, когда приходит туда, говорит, у нас есть 6 маленьких проектов, да, они говорят, нет, у нас проект маленький интересует, но нас интересует большое, чтобы было 100 программистов там на 5 лет. То есть, как бы маленькое интересует. Поэтому как бы это более-менее безопасно. Поэтому работать в 2-3 компаниях очень просто. Если кому-то интересно, как находить работу, можно как-то отдельно сделаем отдельное видео. Я вам поделюсь своим опытом, как это делать перспективно. То есть, это довольно несложно. И второе, что я хочу посоветовать, да, если вы действительно хотите зарабатывать деньги, работать в компьютерной индустрии, удаленно или здесь, то единственный к вам совет, да, это то, что вы должны быть именно в том, в чем вы себя, в чем, тем, чем вы являетесь именно с вашей точки зрения, причем программистом или квалатейшерным зрением, или кем-то еще, да, вы должны быть не просто лучшим всех, вы должны на 300% быть круче всех. Почему? Потому что две как бы беды существуют здесь, да, если мы говорим про Силикон-Долину. Первое, это Индия, когда индусы практически вытесняют всех полностью, да, и заменяют на своих, да, то есть я вот буквально полтора года назад, да, работал в компании Коуз, да, Коуз очень хорошая компания, то есть она четвертая в Америке, и Commerce Plus Retail, да, то есть первая это Walmart, вторая это Message, третья это вот, я четвертая Коуз, да, к чему я все говорю, потому что я был единственный не индус на Коуз, на IT-департмент, да, то есть где-то около 300 человек работает в Милпита здесь, да, и около 350 человек работает в Миллоке, да, вот не было ни одного не индуса, то есть 100% все были индусы, то есть и они этого не скрывают, то есть как бы они тянут, да, поэтому я к чему это говорю, потому что очень тяжело сегодня пробиться, не будучи индусом, да, причем если раньше как-то еще для какой-то статистики брали кого-то еще, сегодня это абсолютно не стесняются, поэтому единственное, чтобы вы могли пробить эту стену большую, это вы должны быть лучше на 300% всех остальных. Вот вторая проблема, это вот это офшорные дела, то есть когда компаниям выгодно находить работников вне страны, то есть как бы в разных местах, то есть это просто тупо дешево, вы там тоже должны быть, вы должны убедить компанию, что вы здесь, да, действительно стоите того, чтобы как бы за вашу зарплату, да, больше, чем люди получают в офшоре, убедить компанию, что это как бы правильное решение. Спасибо за отличные советы. Сегодня у нас все. Всем пока. Встречаемся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok